приветствую сейчас мы посмотрим историческое интервью зеленского интервью которое он дал одному из западных каналов и там очень важный вопрос был задан журналистам журналист говорит что мол мы видели видео в сети как люди в военной форме силой увозит мужчин мол что у вас там с личной свободой в стране то происходит и вот здесь послушаем послушаем эту историческую речь зеленского что же он ответил на этот вопрос такие вопадки и дуже неправильно кули представники військоматів ходили по вулицях и шукали хлопців які не приходили до військомат тихо але тут я хотів би щоб ми були також з вами справедливими і честними є випадки таки так є чи це правильно абсолютно ні і вони повинні не повинні цього робити почему я говорю что это видео историческое да потому что впервые за все время боевых действий впервые за все вот то время беспредела со стороны многих представителей тцк и сп мы наконец-то услышали позицию президента украины мы наконец-то услышали позицию гаранта конституции и он сказал он наконец-то признал что вообще эта проблема есть потому что до этого такое ощущение было что он не знал и никто не признавал эту проблему хотя о ней говорили все говорили люди говорили адвокаты юристы говорил даже уполномоченный по правам человека но единственный кто этого не признавал это президент и вот наконец-то он это признал и он сказал что это неправильно и этого не должно быть и представители военкоматов не должны там находиться находиться на улице кстати обратите внимание представители военкоматов почему-то почему-то так сложилось что спичрайтеры немножечко ошиблись и президенту написали про вискоматы а как мы с вами знаем все таки же тцк и сп на сегодняшний день или или с другой стороны шах и мат тем кто говорит что военкоматов где существуют если президент сказал что существует все значит существует ладно это лирическое отступление но если серьезно если серьезно нужно понимать что президент украины это не просто политическая должность президент украины это еще и верховный главнокомандующий а на сегодняшний день в условиях боевых действий на территории украины его слова ну это практически закон для любого военнослужащего потому что он верховный главнокомандующий к чему я веду к тому что сейчас каждый из вас должен зайти ко мне в телеграм-канал и я там сделал вырезку вот этого видео где журналист задает вопрос где зеленский отвечает на этот вопрос и вот сохраните этот ролик и когда вас на улице будут останавливать тцк и сп показывайте им что верховный главнокомандующий думает по поводу их работы что он думает по поводу того что они делают на улице и должны ли они там находиться конечно как мы видим я не в розовых очках я не думаю что от того что вы покажете это видео прям вы решите свою проблему и тцк и сп сразу же начнет исполнять действующее законодательство нет в это я не верю но хотя бы таким образом мы начнем в тех рамках правовых рамках воздействовать уже на их сознание и показывать им что даже президент даже и верховно главнокомандующий признал что тцк и сп не должны быть на улице и что теперь к слову да знаете мне вот комментариях там бывали люди которые написали мне мол ты на кого работаешь да как ты посмел сказать что тцк и сп нарушает закон да как ты посмел такое вообще сказать что они повестки не могут там раздавать и все ты наверно на рашку работаешь и все подобное а что теперь вы скажете верховный главнокомандующий говорит что тцк и сп не должно быть на улице кстати кто знаком с понятием ирония и сарказм и смотрел мои последние видео для вас скажу что ну что теперь можно сказать что президент подтвердил мою компетентность да я могу снова говорить что я компетентен ну если я говорил что тцк и сп не должны быть на улице не должны раздавать там повестки выписывать вернее повестки да получается что президент же подтвердил мои слова вот поэтому коров я это как там все еще достоин да вот друзья честно говоря мне очень понравилось это интервью вот как раз в этом контексте что наконец-то наконец-то мы дожились до того что президент украины гарант конституции верховный главнокомандующий наконец-то признал эту проблему признал что она есть и сказал что там тцк и сп делать нечего конечно же конечно я думаю что кто-то из вас сейчас уже в комментариях написал что наверное началась предвыборная гонка возможно и так возможно и так но нам не важно почему он это начал говорить нам важно то чтобы нарушение закона со стороны тцк и сп прекратились и очень хочется мне надеяться на то что теперь когда президент открыто признал эту проблему и признал что так не должно быть возможно он предпримет какие-то действия вследствие которых людей которые нарушают закон людей которые носят погоны и называют себя представителями тцк и сп будут наказывать за нарушение прав человека а не ну то что было у нас раньше что ж будем следить за этим и будем надеяться что в этом плане жизнь людей и соблюдение прав человека перейдет на какой-то новый уровень на этом у меня все я вам желаю удачи благополучия и конечно же мира пока пока